Стрелок, державший страхи, весь этот двор задержан. Теперь люди могут вздохнуть спокойно. Дети могут легко бегать во дворе, а жители не боятся возвращаться домой. Маленькие Маша и Катя теперь гулять выходят в любое время. Их мама Ирина больше не опасается, что девочки окажутся на мушке у хулигана. Будем надеяться, что такое в нашем районе больше не повторится, потому что очень страшно. Страшно за детей, страшно и за взрослых, и за стариков страшно. Местные делятся. Целый месяц жили, как на передовой. Их машины и окна квартир после прицельного обстрела усеяны пулевыми отверстиями. На неизвестного хулигана, который начал стрелять уже и в людей, не раз писали заявление местному участковому, который в возбуждении дела отказывал. Мол, ущерб невелик. Тогда с просьбой о помощи жители обратились в прокуратуру и позвонили в нашу телекомпанию. После выхода сюжета в эфир стрелок был найден. Вот вы знаете, вот теперь уже мы ходим и думаем, что никто пульку на нас не пустит. Вы понимаете? Это здорово. Спасибо вам. Дай бог вам здоровья, счастья, удачи. Ну вот, что в жизни прекрасное есть, пусть все у вас будет. Любовь Янаева стрелка забудет нескоро. В память о нем в окнах ее квартиры зияют шесть пулевых отверстий. Спасибо, конечно, вашей телекомпании, что вы все это осветили, что, как говорится, довели до людей нашу проблему. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Хулиганом оказался 20-летний житель дома напротив. По предварительным данным, здесь он снимал квартиру. Полицейские обнаружили у него дома пневматическую винтовку. В содеянном подозреваемый сознался. На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники полиции провели осмотр мест происшествия. В ходе работы на местах происшествия определили примерную траекторию стрельбы. Определили квартиру, из которой, предположительно, производились выстрелы. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли пневматическую винтовку. Любовь Янаева на днях идет в РОВД давать показания. Женщина намерена требовать материальную компенсацию и справедливого наказания для нарушителя. Человек должен ответить по закону. По закону. Только то, что в рамках закона. И более ничего. Это как так взять и просто весь двор держать в напряжении в течение месяца. Это шуму непостижимо. Ну, посмотрим. Вот пойдем в РОВД, там все это будем смотреть. С ним, может, поговорим, если нам удастся. Если суд признает молодого человека виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Алина Чемерес, Константин Головин. События.